Друзья, всем привет из Алании. Кот Волсон. Сегодня праздник большой в Турции, 29 октября. День провозглашения Турецкой Республики. Всех с праздником. Время почти 7 часов вечера. В прошлых частях мы прошлись. Там уже я показал вам, там идет саундчек. Настройка будет. Шикарный концерт. Таких концертов я не помню с 19-го года. В Алании большущая сцена с отличным звуком. Выступать будут звезды. Одна девочка там уже распевалась. Я вам уже показал. Посмотрите. Потом мы по набережной, еще в одной части, вышли через де-факто. Вышли в Чадаш Кундура. Зашли в гости к Алибабе. Я показал вам, что на месте пятничного рынка, которого больше нет, прошли. Мы показал вам. Вышли сюда. Смотрите. Магазин Марка. Женская одежда больших размеров, которую я показывал. Он здесь вот находится. За этими магазинчиками еще 2 минутки пройти в сторону второй линии по центральной дорожке, вот возле Вайкики. И магазин Марка вы туда попадаете. А все магазины, которыми кожа, меха, аптека, везде, где вы можете передавать от меня привет и получать скидки, все эти магазины находятся там. А Чадаш Кундура тоже там, он рядышком здесь. Ну, в общем, я показал вам с набережной, как к нему идти. Все очень просто. Все в центре. Так, давайте посмотрим цветной фонтанчик и направляемся опять в центр. Я думаю, что будет факельное шествие сегодня. Будет, конечно же, концерты. Будет, конечно же, салют. Но все это, я надеюсь, вам смогу показать, если у меня хватит аккумуляторов. Потому что что-то я немножко не рассчитал с аккумуляторами. У меня 4 штуки, но 2 уже закончились. Они либо не полностью заряженные были. Вот такое вот красивое место здесь, когда фонтаны работают особенно. US Polo магазинчик. Boyner Sports. Там бриллианты. Там еще какой-то подземный центр вроде бы будет, я так понимаю. Еще он не готов. И там, где пятничный рынок, строительство торгового центра на этом месте будет в течение двух лет. А вот, вроде бы, через полгодика где-то, где-то там выделят место. Но это еще не точная информация. Возможно, пятничный рынок вернется в это место рядом со строительством торгового центра. Ну, в общем, все новости вам буду показывать. Я также буду показывать, как будет продвигаться строительство нового большущего торгового центра на месте пятничного рынка. А где находится пятничный рынок, друзья, я даже не буду пытаться объяснять. Потому что в то место я один раз забрел всего лишь случайно. Сам, можно сказать, я его или искал, или не искал, случайно попал. Но это не объяснить просто. То есть, если там, где рынок возле рыбного рынка, еще можно как-то объяснить, то тем, кто ходил сюда, в ближайших отелей, которые вдоль набережной туда, нет смысла никакого идти. И я вам просто не смогу объяснить, где он находится. Пятничный рынок. Ну, и тем более, там нет вещевого. Там просто овощи, фрукты будут. Ну, в общем, туда, конечно, мало людей будет ходить. Прежде всего, туристов. Что, конечно же, большой облом для продавцов. Потому что местные там по этим ценам по 15-10 лир они не будут персики покупать. Те же, допустим. Вот. Поэтому пятничный рынок. Пока от него отвыкаете. И ездите или в оба, или кому куда ближе. По другим дням. Потому что пятничного рынка пока нет. А в заборы не пугайтесь. С автостанцией вы также сможете приехать, попасть еще от Дашкундура. Ну, в общем, посмотрите видео. Мы дошли туда. Я все показал. Сейчас Дашкундура на месте. Просто на том месте большой забор, где был пятничный рынок. Идем опять в центр, где я уже был. Еще когда светло было, часть-ка в шесть где-то. Смотрим. Очень много уже людей, машин. Если час назад, буквально, или полтора часа назад никого почти не было в центре, то сейчас просто толпа людей. Люди выходят на праздник. И я думаю, пакельное шествие, если будет, это будет очень интересно. В девятнадцатом году я это уже наблюдал. Зрелище, конечно, потрясающее. Я думаю, что начнется все с факельного этого шествия, большого парада, а потом уже будет концерт. И где-то уже вечером, когда после концерта, я так думаю, будет праздничный салют. И эти пробки какие образовываются повсюду. К сожалению, будет постоянно звучать музыка, поэтому я вынужден буду ее закрывать. Но не знаю, как я выйду с этой ситуацией. Нужно вам что-то показать, конечно, но с оригинальной музыкой просто не смогу. То есть сейчас я зайду туда в глубинку. Там везде будет музыка, ее на YouTube нельзя, к сожалению. Нарушение авторских прав, поэтому как-то буду прикрывать, что-то делать. Очень много людей. Даже не верится, что я здесь был полтора часа назад и никого практически не видел. Глядя на то количество людей, которые сейчас здесь, на главной площади Алании. Ну, в общем, продвигаюсь я туда. Ну, по идее, должны перекрыть одну сторону дороги. Все, начинается музыка. По теме я немножко перехожу, но да ладно. Так вот много людей здесь сейчас. Субтитры делал DimaTorzok. Видите, как много людей? Целыми семьями люди выходят. Все с символикой, конечно же. Просто даже пройти сложно сейчас. Большой-большой флаг. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...